Метровые туннели на трассах, сугробы в несколько этажей в населенных пунктах Алтай утопает в снегу. И только ленивые уже не рассуждают, придет ли большая вода и кто пострадает. Первая волна опаводка – это вода с гор. Но в отличие от привычных сценариев, в горах в этот раз снега меньше нормы, говорят гидрометеорологи. А значит, если потоп и придет, то не оттуда. Практически по всей равнинной части Алтайского края и предгорьем Саваир превышено среднемноголетнее значение на эту дату в 1,5-2-2,5 раза. И повторяет ситуацию 2016-2017 года. Наибольшие снегозапасы локально – это верховье реки Аллей в районе Змеиногорска и на Саваирском кряже – бассейн Чумыша. Змеиногорский район, который сейчас в снежной блокаде весной, может продолжить страдать. Только от большой воды. Физик-географ Дмитрий Черных подтверждает – снега действительно много. Но для прогноза нужно учитывать, насколько земля промерзла. Морозы на Алтае еще будут в начале февраля. Но в целом почва уже успела укрыться сугробами. Еще одним важным фактором станет сама погода. 2014 год, как мы все помним, не был чем-то неординарным с точки зрения зимних осадков. Именно метеорологическая обстановка, собственно, весенний период, а это то, что в низкогорьях в первую очередь шли дожди обильные, и в течение нескольких недель это происходило, способствовало подъему уровня воды. Перспективы паводка станут более ясными в марте-апреле, когда температура начнет повышаться. И если весна придет плавно, то вместо наводнения на Алтае будут локальные подтопления. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.